Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, но на другой планете меня знают как Ковиту Такур. Вы видите прохождение Sid Meier's Civilization Beyond Earth на последнем уровне сложности за протекторат Ковиты. И если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Что ж, война. Война никогда не меняется, и у нас война с организацией южноамериканских государств. Во-первых, они идут по пути гармонии, что для нас, идущих по пути превосходства, не очень приятно. Надо, чтобы все шли по пути превосходства. Ну и тем более мы просто сильнее. Да еще и Китай с ними воюет, так что все зашибись, мне кажется. Так. Альфалах. Альфалах. Вот эти нам, ребята, очень нравятся. Они, видите, тоже по пути превосходства следуют. Хотят получить процент к производству юнитов. Я думаю, что мы им это дадим. Дальше. Наконец-то мы открыли восьмой... Восьмую ступень превосходства. Это означает, что... Блин, я думал, мы танки сможем улучшить. Оказывается, мы можем только... Пока подлодки... Танки, извините. Самолеты, самолеты. Так. 15% все рядом есть дружеский юнит. Давайте, если рядом дружеский юнит. Ну и, наконец-то, плюс к перемещению. А то, извините, на две клетки двигаться это совсем грустно. И танки улучшаются. Ну, у меня танков нету вообще. Так, что это такое? Так, тут у нас катерок улучшился. Ну, сейчас мы займемся... Во-первых, нам надо вот этого парня убить. Вот как раз у нас тут есть кем подъехать. Так как у нас подлодки улучшились, то сейчас он будет иметь... Проблемы со здоровьем. Так, отлично. И теперь вот этой подлодкой займемся. И теперь вот этим... Крикуном. Ну, в общем-то, минус 2,5 юнита... У Бразилии. Хотя, может, я самолетом долечу, добью? Давайте глянем. Нет, не долетают, к сожалению. Ладно. Так, проатакуем. Ну, это вполне норм. Аксиома уже не отбивается. Отлично. Что мы дальше будем исследовать? Так, еще раз. Где же у нас все-таки там самолеты улучшаются? На каком? На 11-м. Слушайте, ну это далеко. Это пока далеко. Может мне добить до 5-го уровня... У меня вот как раз праведность, чтобы вот получить эти бонусы. Во-первых, здоровье снижается. Получаю культуру и энергию от антигравия. И еще нездоровье от числа... Это от числа населения, а это от числа городов. То есть у меня нездоровье существует... Да, давайте, наверное, попробуем 5-ю праведность получить. Это мне что-нибудь красненькое надо. Вот трансцендентную математику можно, например, 5 ходов. Хотя вообще отсортируем по праведности. 5 ходов трансцендентная математика. 5 ходов генетик инопланетян. Ну вот наука от ксено-скважин, кстати. 10% пищи сохраняется при расширении города и от всех улучшений купола. Но купола у нас нету. Да и дольше это открывается. Ну вот трансцендентная математика, кстати, к победе контактам в видео. Давайте, наверное, ее откроем. Заодно пятый уровень праведности получим. Так, шпиончики что-то у меня тут сотворили науку, да? Сперли 144. Отлично. Продолжаем этим заниматься. Да, к сожалению, теперь бразильцы убили. Арабы какое-то чудо построили. Арша выросла. Пран вырос. Пран может торговый путь проложить. Так что откроем как раз создание торгового конвоя. У нас, по-моему, кстати, есть еще один аванпост, который превращается в город. Лечимся. Хотя, ну, самолетами, наверное, будем лечиться. Тут я не достаю, пока он должен подъехать какими-нибудь своими юнитами, чтобы я мог напасть. Так, вот этим юнитом я просто возвращаюсь на фронт, а вот этот у меня исследует. О, вот тут уже северный полюс виден. Антигравий добывается. Там тоже есть рабочий. Ну, наверное, вот этих пойду добывать. Выкуплю клетки. Тут два антигравия. Начну добывать. Так, тут у меня эти ребята стоят, чтобы захватывать потом город, если все-таки бразилиц отобьет его. О, я могу академию уже строить. Но, правда, это... Академия содержание требует и две науки добавляет. Но, я думаю, все-таки пока не на этой клетке. Узел позволяет исцелять быстрее. Генератор. Денежку. Нет, давайте пока ферму. Так, этим юнитом я тоже хочу вернуться на войну с Бразилией. Я вроде все исследовал, что хотел. Знаете, вот его прямо туда направим. Выкупаем антигравий. Обрабатывать. Сейчас нам еще, по идее, там можно будет открыть, чтобы он еще больше чего-нибудь давал. Так, тут лечимся. Лечимся. Конец хода. Так, давайте попробуем с кем-нибудь соглашение. У нас еще одна ячейка есть. Африканцы, Альфалах и Франко-Иберия. Альфалах, кстати, в хорошем и с Элоди, и с Африкой. Давайте вот с Альфалахом попробуем союз заключить. Отлично. То есть я к тому, что просто если Африка или Альфалах кому-то объявит войну, то они друг другу, то есть мне не придется с ними воевать. Другими еще можно. Так, и с Альфалахом давайте попробуем, может... Что-нибудь взять. Производство энергии в столице. Потребление энергии боевыми юнитами снижается. Вот на науке открывающий... А, это я уже с кем-то договорился. Давайте... А вот здоровье стратегических ресурсов. Не согласен. Но это слишком, типа, дорогое. А вот это... Потребление энергии боевыми юнитами снижается. Вот это вполне может принять. Да. Отлично. У меня... Приняты все соглашения, я смотрю. Ну вот, еще и Альфалах объявил войну. Так, вы же тебя, я случайно кому-то не объявил там войну, с кем она воюет? Вот это я что-то как-то пропустил. Нет, я никому не объявил. Хорошо. То есть, она объявила войну Режинальду. Я хочу еще по умениям посмотреть, я могу какое-нибудь умение, возможно, принять, улучшить. Это максимальное, это максимальное к производству боевых юнитов. Мне, наверное, сейчас не надо. Давайте затраты энергии на приобретение новых городских участков. А вот это в соглашениях показывает, что вот эта доктрина, грубо говоря, какое соглашение дает заключать с другими. Бонус к здоровью от столицы и нездоровье от количества общего населения снижается. Но там вот здоровье снижается очень дорого. Стоит 25 дипломатических очков. О! Позволило бесплатно поднять совершенство на один уровень. Отлично! Ну, я, наверное, тогда превосходство подниму. Потому что праведность до пятого уровня я и так улучшу, открыв трансцендентную математику. Ну что, Бразилис даже не подъехал сюда. Так, ну что, беру превосходство, как я и говорил. И улучшение только на свете артиллерийское орудие. Возьму на понесший урон юниты. Где тут у нас бразильские? Вот раз. А вот этого добью. Кстати, можно попробовать и эту поатаковать. Тут всего три юнита. Если даже они будут в ответ меня атаковать подлодку, то... Не должны, по идее, ее убить. Кроме того, я, наверное, переброшу самолетики уже в аксиому. Потому что ее невозможно сейчас захватить пока. Я вот тут поставлю подлодочки. Просто у меня из Джаведа некого атаковать самолетами. А из Централа еще можно будет. Так, эти ребята, давайте тут поставлю... Вот так подплывем. А этими подлодками... Блин. Ну... Вообще, да, давайте вот так. Так, потому что тут невозможно сейчас как сиоми откуда-то отсюда так вот быстро подплыть, чтобы захватить. Нормально, стоим тут. Гуапу Яулян. Это чудо создано. С Хутамой в опасности. Так, это мы исследовали. Опять, видите, повышается у меня... В моих городах повышается уровень интриги. Сабди повысился, видите, уже полторы. То есть, кто-то тут тоже проводит. И... В Асрае. Да, надо будет, конечно... Может, мне... Отправить... Хотя, может, полтора, это еще пока нормально. Пока нормально. Не буду пока ничего отправлять, ладно. Так, что... Сабда закончила лабораторию. А, в Мандире. Вот что мы в Мандире только что закончили? А там... Ксеномасс... По-моему, я... Баню... Делал, да. Ксеномассовую баню как раз делал. Нейролаборатория. Плюс 10% науки. Можно. Только давайте сначала... Сначала голографическую комнату, которая, опять же... Хотя... Тоже для фероксита. Важнее. Ну, я следующим ходом возьму направление. Нет, давайте нейролабораторию. Хочу в науку. Так, в Сабде... Ксеномассовую баню. В Сайре. Ну, вот в Сайре, наверное, не нужна. Прямо, может, ксеномассовая баня. Вот тут... А на грибы я тут построил. Так, вот очистительная. Тоже не нужна... Нефтехимически. Нефтехимически можно... Здесь построить. Как и ториевый. Давайте сначала ториевый реактор. Хотя у меня уже плюс 84... Валит. Нет, тогда давайте пока нефтехимический завод. Энергии мне так много прям не надо. Вот плохо на водных клетках. Понятно, что улучшения построены, да? Блин, тут... Прикол в том, что у меня тут слишком... Мало жителей, чтобы прям все клетки обрабатывать. И я бы здесь... На еду именно сделал... Чтобы... Росли... Чтобы рос город. А где четвертый? Ага. Два хода до роста. Мне как-то тут надо улучшить именно еду. Поэтому ксысо мне эти антигравины обрабатывать, если город... В городе мало жителей, на самом деле. Давайте я лучше фермы вот тут построю. Так, и вот здесь. Так, ноль модулей. Отправляем в город восстанавливать. Юниты стоят. Тут мы плывем... Возвращаться. И этим исследуем. Так, тут стоим. Я, по-моему, не долетаю ни до кого отсюда пока. Ну, эти пока не прокаченные самолеты, они довольно и слабенькие, и недалеко летают. Но вот в дальнейшем в игре это будет один из сильнейших юнитов. Я вот сейчас, когда получу пятый уровень праведности, у меня станет много... Ну, вот пошла атака. Станет много здоровья, на самом деле. И я аксиому и централ аннексирую. Чтобы можно было ими управлять. Ну, я думаю, что этим юнитом хана. Думаю, этому тоже, скорее всего. Дипломатический капитал, которым вы располагаете, позволяет вам обменять ставшие бесполезными личные умения. Так, давайте-ка мы... Я отключу эти подсказки постоянные. Новое задание. С точки зрения геологии, эта планета сильно отличается от Земли. Во многом ее эффекты гораздо более пагубнее, чем мы полагали. К счастью, новая обсерватория дает нам возможность узнать о планете больше и использовать это знание. Вопрос в том, куда мы обратим свой взор. К невидимым нейтрино и волнам, которые нас окружают? Или к небесам, к виду которых мы до сих пор не привыкли? Так, либо 5 к боевой мощи города от обсерватория, либо плюс 2 к орбитальной зоне. Но, видите, я тут не играю через спутники, так что я, наверное, к боевой мощи. К орбитальной зоне как бы не особо мне надо. Так, займемся уничтожением бразильских юнитов. Сначала по этому катерочку вдарим. Ну, просто у нас там еще самолеты есть, поэтому я пока по максимуму пододвигаю. Стоит ли мне аксиому, правда, без прикрытия оставлять? Наверное, пускай эта подлодка пока стоит. Но у меня такое ощущение, что у них тут юнитов-то немного осталось. Давайте с самолетиком попробуем. Да, два самолетика добьют эту фигню. Эту добиваем. И атакуем крикуна. Я думаю, следующим ходом мы можем, так сказать, и на Дораду попретендовать. Давайте мы, наверное, высадим... Я, по-моему, могу наземным юнитом с воды атаковать город, чтобы его захватить. Так, теперь, что мы будем тут? Я думаю, что промышленность будем дальше. Фабрики... Хотя... Производство чудес не хочу. Энергии в столице не хочу. Запасенные энергии каждый ход. А зачем? Ну, у нас и так дофига энергии орбитальных юнитов не хочу. Прибыли торговых путей между вашими городами. Тоже не особо. Я явно буду сейчас к иностранцам посылать. А тут пути к станциям. К станциям я вообще не посылаю. Так. Так что как-то промышленность... Можно, конечно, было бы закрыть промышленность ради 10% единицы энергии. Но что-то как-то... Ладно, что в науке. Плюс к здоровью за каждых шести жителей. Но мы, опять же, мы уже считали с вами, что у меня не особо много жителей. За каждую лучшую академию. Не построено. Технология... Ну, походу, вот это надо брать. Технологии листья расходуют меньше науки. Так, а что у нас в процветании? Это я не могу... Я могу этот взять. Для решения границ меньше культуры требуется. Плюс один житель в каждых новых городах. Плюс три к энергии от ваших сухопутных торговых путей к иностранцам. Ну, вообще, вот это тоже интересно. Давайте я все-таки сначала на науку возьму. А потом, наверное, вот это буду делать. Так, генопитомник очень медленно растет. Я бы тут что-нибудь построил на еду. Ну, вообще, вот смотрите. Станция клонирования две пищи дает. И производство от ксеномассы, которые как раз у меня есть. А больше у меня тут на еду и нету, собственно. Хотя вот еще водоочиститель... А, водоочистительная. Нет, давайте сначала водоочистительную. Тут на производство, конечно же, надо от водных клеток. Вообще, во всех водных городах водоочистительная просто обязательная постройки. Так. Ксеномассовая... Ксеномассовая баня. Капсула эктогенеза. Ну... Автоматизированный завод. Для международных путей. Ну, в принципе, давайте сейчас все-таки к тебе на массовую баню. Это уникальное здание за счет... Появилось у меня за счет... Артефактов, которые я отрыл. Поэтому... О, смотрите, ушел отсюда инопланетянин. Наверное, его африканец убил. Так, поэтому я вот встанусь туда. Ага, вон, видите. Чтоб зона контроля была опять. Он как бы не видит мою подводку. Хотя, конечно, компьютер все видит, мне кажется. Верим, будет атаковать он этого... Эту подводку или нет? М-м-м... Не атаковал. То есть, типа, вроде как не видит даже. Ну, значит, Дораду сейчас падет. Интересно, сколько у него всего городов. Интересно было бы знать. Так, ааа, тут два хода плыть. Надо будет, значит, защищать. Наверное, вот сюда я подведу. А тут даже два выстрела, по-моему, хватит, да. Слабенький город. Так, а тут мы пойдем... Этими ребятами займемся. Тем более, что у меня есть самолётики. И добьем подлодочкой. Этого поставлю тут на лечение. А тут пока просто засветим, что есть. О, вот это надо включить штуку. Ну, наверное, сюда. Видите, тут видно, вот если я сюда встану, то мы лодку заметят. Сюда если я встану, то её не видят. Так, и этим... Наверное, подплыву чуть ближе. Васанта растёт. Ну ладно, пускай пока эту клетку обрабатывать. Но надо вообще тут, когда ферма появится, на еду опять же переключить. Потому что, ну, куча клеток классных, а город не растёт нифига. А в арше перерабатывающий комплекс построился. А надо ещё водоочистительную станцию. Начинаем экспедицию. Тоже уже спущу на воду. Какая-то водоочистительная построена. То есть тоже можно в сабде... А, вот так на пищу стоит. Отлично. Не хочу ни Академию, ни эту ещё пока строить. О, ещё какая-то разбитый колонизационный модуль. Кто-то не смог приземлиться нормально. В следующем ходе у нас пятый уровень праведности. И куча здоровья должно, по идее, появиться. Ну, это из города атакуют. Нормально. Да ладно. А как они мне убили за бияку, если он защищен был подводной лодкой? А, типа они подводную лодку не видят? А, блин, что-то я тупанул. Им же подводная лодка не... Хотя почти как не видно, если я её атаковал. Здесь у него ещё пинентов подъехала. И вон там ещё африканец идёт на атаку броню. Ну, пока будем юниты уничтожать, значит. Понимаете, если я захвачу Дораду, он практически сразу отпадёт. Пятый уровень праведности. Плюс один к энергии и культуре от антигравия. Нездоровье... Ну, короче, видите, 17 нездоровья. А, здоровье, наоборот, стало. 17 было 2, стало 17. Это означает, что вот это мы аннексируем. И вот это мы аннексируем. Плюс 4. Всё строится. Клеточный инкубатор. А почему... Плюсиками... Встал. А-а-а! Тут другая си... Тут не как в 5-й циве. Я забыл совсем. Тут заново будет сейчас... Да, 11 ходов. Тут сейчас заново будет сопротивление, когда я его аннексировал. Аннексировал. Блин. Сначала было сопротивление, когда его захватываешь. То есть лучше сразу, когда захватываешь город, его аннексировать. Тут двора... Да, и это действительно в Beyond Earth, так? И я это просто забыл. Монтигравий тут... Кучу энергии стал давать и культурку. Любые ваши предложения. Всё принимаю. 475 науки похищено. Нифига себе. Это я сейчас тут могу что угодно открывать. Массовое производство. О, ещё плюс 2... А, ну это надо будет строить, правда. Это литейный завод. Торпедная батарея. Это удар города. Купол улучшения клеток, который рабочая... Даёт 2 культуры. Ну... Такое... Не особо... Это мне советник по экономике. По культуре рекомендует мехатронику. Эвитационный завод. Даёт 4 производства, кстати. Кстати, круто. И, конечно, у меня 5 уровней праведности имеется. Клиника оптической хирургии плюс 4 здоровья даёт зафероксид. И дозер. И дозер это... Это чудо. Ну вот мехатроника интересная, я подумаю. Бионика. Бионическая лаборатория 20% к здоровью. Правда, ведь источник резелина требует. Но такой в одном городе есть. Институт. Три учёных и биоколодец как улучшение. Тоже неплохо. Военные коммуникации требуют. Ну тут, да, защита города, инфоцентр. Плюс науки от международных торговых путей. Этих аллокаторов. Давайте, наверное, бионику мне понравилось. Давайте бионику, потом мехатронику, пожалуй. Да. Как-то я тупо сейчас слил немножко юни. Но я был уверен, что как бы подлодка видна, и поэтому будет по ней идти стрельба. Для меня оказалось неожиданностью. Так, этим не атакуем, стоим, лечимся. Нормально уже юниты бразильцев. Он как вообще боится нас? Можем бояться. А, только война не показывает. Эх. Жаль. Так, эти не долетают никуда. Ну, можно пока этой подлодкой немножко вернуться. Мне нечем получается этот город захватывать. Морской юнит мне жалко делать, потому что... Ну, я продолжаю, наверное, науку тырить. Потому что он дорого стоит и... А сила у города не особо соответствует... Как раз... Силе юнита, который в нем находится. Так. Силе юнита, который в нем находится. Так. Мордок. Здесь. И в очередь... Несколько вихрей. Ну, рукопашные юниты, чтобы они... Могли захватывать все-таки город. Так. В Мандире нейролаборатория закончится. Буду трансцендентное уравнение делать. Пока остаемся на месте. На самом деле, еще в игре куча места. Ферма... У меня уже в Вассанти просто все клетки обработаны возможные. Работаю нефть в Мандире. Ну, тогда встану просто пока. Юнитом то, а то мне их убивать будут. Так. Ну, что ты мне скажешь теперь? Отступает? Парень отступает? Ну, там с ним Африка воюет. С ним Китай воюет. Конечно. Не очень весело. Че так... Чем ты ко мне плывешь? Нет, чтоб потом нападать на его юниты. Блин, смотрите. Хутама как... Рванул... По очкам куда-то вверх. Ну, как и Альфалах, собственно. Так. На Земле интернет служил предшественником того, что сейчас мы называем нейролабораторией. И то и другое хранилище информации. Но если интернет был просто сетью, отсеивающую человеческую глупость... Ну, конечно, да. Ага. Нейролаборатория функциональное коллективное сознание, объединившее наши величайшие умы. Такой огромный коллектив ученых справится с любой проблемой. Нам просто нужно решить, с чего начать. Ммм... Наверное, на открытиях в медицине. Я все-таки хочу, чтобы у меня здоровье положительное было. Так, улучшим самолетик. И... Он у нас тут пока лечиться будет. Дальше водоочистительное построено. Видите, тут еда. Ой, производство появилось. Давайте, наверное, на еду сделаю упор. И дальше... Ну, тут нету фероксита. С другой стороны. Давайте сеть. И док. Вот так пока поставлю строительство. И в Мандире... Давайте попробуем... Ух ты. А тут медленнее строится. У нас только 33 производства. 30 в Асрае. О, так у меня Сабда самый производственный город. Оказывается. Внезапно. Так, может, тогда... Ну, ладно. Давайте пока тут... Вихри. То есть док. Два вихри. И после этого трансцендентное уравнение будем в Сабде строить. Так. А в Мандире... Нейролабораторию закончили. Ну, а теперь голографическую комнату... Продолжим. Давайте, может, в Мандире упор на еду поставлю. Надо расти тоже. Тут столько... Клеток обработанных классных, а жителей мало. Так. Ну, тут все уже. Поплывем... Другие города обрабатывать. И, конечно, круто было бы ксеномассовую баню построить, потому что сразу самолеты бы лечились мгновенно. Поплывем. 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 цирия для 6 по моему если юнит невидимый стреляет или что-то делает он становится видимым а здесь ведь видим пока не подплывешь подводной лодки ты ее не видишь пока еще для меня круто у меня куча подводных лодок но с другой стороны странно ты же как бы должны приборы засекать откуда откуда выстрел приехал давайте тут тоже немного ферм построим что не растет город так что у нас тут с экспедиции два хода следующим ходом что-то от предтечь получим о с африкой война ко мне что-то выехали увидели мои подлодки но вы видимо умрете увидеть подлодки и умереть не вот у кафлика подъехала бегайся красиво-красиво ворвались ищем ходом тут будет замес тихой ночью иногда можно услышать как кейси джонс пушечное ядро обыша топает своими железными ногами по-прежнему выжимающими милю в минуту круто сказки дятюшки клона ну тут институт интересная штука и бионическая лаборатория на бионическую лабораторию смогу мы процветаем так как наша жизнь в этом мире имеет под собой прочный фундамент основанный на земных ценностях шестой уровень праведности а давайте я тут закончу экспедицию еще бесплатно совершенство на новый уровень о еще и артефакт отлично так во первых меня согласен на все ваши предложения так улучшаем самолетик и он лечится улучшаем самолетик и он лечится улучшаем подлодку улучшаем подлодку и прокачиваю все еще превосходство я мечтаю одни когда наши смертные тела смогут тайные агенты могут проводить операцию саботаж доступны модернизации юнитов и будут конечно в какого в симбиозе с этими будет круто но там до 10 уровня еще далековато так кого улучшаем к норы ну к норы я так и не построил до сих пор кстати истинный к нор или улучшенный к нор 30 процентов в уровне 50 процентов если укрепился а так все в остальном одинаково я лучше просто так на своей территории возьму и защищенный дрон но это юнит поддержки он исцеляет этому я лучше вот плюс 10 очков здоровья при исцелении каждый ход у соседних юнитов возьму так сколько сперли 146 науки так и что за сападашу саботаж у нас появился разграбить все улучшения вроде трех клеток от города круто ставите тут можно будет червя призвать кстати в этой игре вы даже червя не видели тут есть черви вот эти колоссы киша ужас ну и вот переворот и на пятом уровне интриги можно государственный пероворот совершить но я продолжу пока пусть и уже все до деле четыре с половиной продолжу воровать науку так у меня три артефакта предтечут из них что-то можно будет прикольно и явно собрать комплекс по измерения минус 50 процентов к нездоровья от городского населения зашибись по моему предлагаю изучить площадь конструкция площадью в квадратный километр которой заключено множество квадратных километров сжатого пространства комплекс по сложению измерений позволяет большому количеству людей заселять города не опасаясь перенаселения прикольно ну то есть вот смотрите в мандире например у нас тут поскольку у нас тут не здоровье здоровье понятно 8 то есть вообще что ли не здоровье странно это появился новый город у нас где у нас для на караванчик торговый склад у нас сюда как раз в город едет чтоб все восстановить полечиться в пране мы построили караван водоочистительную станцию но это плюс к производству все 9 ходов это как-то долго давайте с клиники начнем и караванчик отправлю шесть пять четыре ну наверное какой-нибудь иностранный город давайте вот максимальный коэффициент очков науки вот 11 энергии 11 науки получу тут водоочистительная готова все на еду стоит ну тут надо оставить на титане потому что это куча производства дает и построим построим станцию клонирования надо можно кстати да станцию клонирования давайте вас рай вот а вот вас рай как раз этот здание с резелином это единственно место где у меня резелин есть где эта фигня вот это бионическая лаборатория странным по идее тут я должно быть написано нездоровье потому что видите у меня базового 8 здоровья все то есть тут должно быть два нездоровья но где оно написано по моему нигде получается хотя вот 21 нездоровье от числа городов и 18 от населения то есть население должно что-то еще капать ну ладно судя мне тогда вообще бионическую лабораторию строите себе плюс 20 процентов это сколько всего два будет мне кажется это не не так уж и много чтобы строить это здание а это вообще чудо даже комплекс давайте этот комплекс по сложению лучше после вообще во всех городах будет работать вообще офигеть я думал это в каждом городе здание надо будет построить а тут нет тут прямо чудо расчудесный так нефтехимический завод сделали давайте наверное рабочего так а сколько еще эти ребята будут земной ландшафт делать а вы меня хотели отправить просто всех моих рабочих на земной ландшафт ой тут убьют мне под лодочку если я останусь пожалуй уеду вот сити точно отходишь от подлодки все ее не видно сразу охренеть не мы пожалуй останемся надо ее убивать убили и убили ну тут под лодкой это я думаю будет африканец заниматься так что не будем вмешиваться самолетиком про такую вот этот ну ждут как бы дофига юнитов у бразильца на самом деле я думал поменьше будет как-то так ну и вообще какая-то морская вообще империя получается но в основном на море находится ой а что это я строю академию не 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 ферму ошибся виноват мисклик а тут ферму видите на глубоководных клетках ферму нельзя стоить ладно отправим а стоп это не блин это не рабочий шу desperate ферму а жалко тут ничего не дают за кругосветку Так бы я, наверное, первым был. Так, ну что тут у Бразилии? Пошла атака Африки. И всё? Нет, ещё не всё. Ещё идёт атака. Всё? Он даже, по-моему, ни одного юнита не убил. Хотя по силе вроде юниты равны. Я имею в виду по развитию совершенств. Но с другой стороны, по идее, и Африканец, наверное, ничего не сможет сейчас сделать. Хотя вот, минус один уже сделал. И отступил. Отступил. Класс! Вот вы, вояки знатные. Подлодки. Какие-то у меня тут подлодки очень круто работают. Новый генопитомник задуман как центр генетических исследований генной инженерии. Состоятельный пожилой гражданин завещал генопитомнику крупную сумму в надежде на то, что специалистам удастся побороть генетическое заболевание, превратившее его жизнь в ад. Однако советники предлагают открыть его честь образовательное направление, которое послужит дополнительным источником дохода для генопитомника. Ну, то есть, либо энергию будет получать, либо здоровье. Я бы все-таки, опять же, на здоровье. У меня уже энергии почти плюс сто. Кстати, а что у меня вообще по заданиям? Это мощь и упадок. А, ну это 11 штук этих открыть надо. И все. Пока только мощь и упадок висит из таких длительных. Так, вот этим я, наверное, рабочим вот тут хочу земной ландшафт сделать. А этим рабочим вот... А вот здесь. Почему нет? Так, вот, наконец, гнездо Кракена хочу. Исследуем, что ж там дадут. Мне кажется, какой-то артефакт инопланетян, скорее всего. Так, ну мне надо подводить вниз. Этот юнит, вихрь. Чтобы дораду пытаться захватить. Что у нас по... Этот лечится. Вот тут желтенький, можно использовать. О, вот этот. Вот этого одного. Чисто чтобы город постоянно был... Был. Хотя, блин, китаец может захватить теперь его. Блин. Не очень я как-то удачно. Возможно, подставил. Так, тут мы не видим. А, нет, видим. Эту подлодочку надо... Приговаривать. Блин. Придется все-таки самолет еще один использовать. Ну, добись подлодку, чтобы они мои подлодки не видели. Придется все-таки самолет. Конец хода. Война на другой плане. Так, тут модули экспедиции восстановили, но надо вылечиться. Короче, можно было инопланетян валить в начале. Потому что... И они сейчас исчезли не потому, что я мирный стал, а потому, что все остальные их поубивали. Мог бы я раньше убивать. О, бразилец, кажется, убивает там китайский юнит. Нет, не убил. Нет, только не говорите, что им сейчас город захватят. Нет, не захватило. О, бразилец. О, бразилец. Отлично. Какая-то там уехала. Боже, Африка какие-то такие странные перемещения делает. Вот это он подъехал, блин, Дораду захватывать. Короче, если мне сейчас нечем захватывать, я просто не буду этот город обстреливать тогда. А мне нечем захватывать, в общем-то. Ну, выглядит, что инопланетян появилось. Так, четыре хода экспедиция. Агни растет. То здорово. И Сайри рабочего. О, а вот и земной ландшафт готов. Давайте я дорогу тут до конца уже доведу. А в других местах продолжу. Да, кстати, земной... Странно, по-моему, было описано, что земной ландшафт нельзя строить рядом с миазмой. А тут вот миазма, прям две штуки. Ладно, начну тут делать. Так. Может, побольше рабочих все-таки? Если у нас будут везде земные ландшафты, это уже все будет. Победа. Ладно, я тут просто попропускаю ходы. Я не хочу, чтобы этот город... Может, подойти к городу, чтобы как раз не мог ниоткуда атаковать. Вряд ли убьют юниты. Сколько у меня сила? 28. Блин, атака 36. Мне могут подлодки убить. В другой стране я не хочу отдавать. У этого 48. А, он не может ближе подойти. Вообще, 20. Не хочу город отдавать... Африканцу. Вообще, незаслуженно, по-моему. Если он его получит. Я боюсь, меня какой-то из этих катеров убьют. Продолжение следует... Ну, посмотрим еще. Потеряю один город, уже так уж и быть. Ну, бразилец тут явно уже практически фенита. Кого он протоковал? Это, по-моему, у африканца. Как раз убил. Я жду по-отлично. 26. 23. 24. Выжил. Фуф. Вот это поехал прям крикун в гости к Африке. Ему, короче, хана. Сейчас там африканские юниты его завалят. Крикун. Поехал кричать. Нет, вот куда они поплыли. Что это вот за движение вообще? Ты понимаешь, компьютер играет, думаешь, что за стратегические решения? Ну, вот теперь Дораду падает. Этим ходом. Получено задание построить институт в Мандире. Речь в канун годовщины основания нашего общества Риклером, первым звукомантом. Братья, за десятилетия, прошедшие с тех пор, как наш слух обострился, те из нас, кто проживает за городскими стенами, получили возможность воспринимать чудесные звуки бытия, каких еще не слышало человеческое ухо. Теперь, как никогда, ясно, эта планета избрала нас, чтобы мы вели эту планету, эту колонию к блистательному будущему. По случаю праздника я обратился к нашему правительству с просьбой построить концертный зал, где мы могли бы в полной мере пользоваться нашим даром. Что-то тут уже мутанты всякие условия ставят, я смотрю. О, еще тут резчики поднастроились, которые уже вихрями, правда, называются. Так, значит, у нас задание построить институт, который я и так, по-моему, хотел строить. Вот он. Водоочистительная варше закончена. Давайте, наверное, стадион-рубеж пока построим. Тут могут отсюда тоже уже начинать нападать. Зачем? Почему опять эти какие-то сообщения пошли? Я стопудово его захватываю. Аннексировать сразу. Так, теперь надо добить вот этого парня. Спасибо. Дальше идем на Санту Андриан Я прям сразу могу что-то поставить Строиться Так, ну давайте Торговый склад начнем Ну тут не будет пока строиться Пока идет сопротивление Что-то такое Так, земной ландшафт Лечимся Ого, сколько тут аж Три гнезда Ничего себе Ух ты, Санту Андриан уже 35,2 Вот это уже сложно забирать Еще тут явно какой-то город находится Наверное тут и тут даже два города О, в Аксиоме уже прекратилось сопротивление Аксиома уже нормальный город Так, у нас 621 дипломатическое очко науки 621 Тут Значит, я хотел взять На теху и дальше пойти По этому пути По-моему Меньше на 20% культуры А потом для Торговых путей к иностранным Потом 7 дней здоровья И вот тут, видите К ландшафтной Эко-архитектуре Постепенно дойдем Так, у нас Синергия Процветания Плюс 10% К производству пищи Во всех городах Там надо бы Бонус вот этого Второго развития Как-нибудь Добить Тут Тайный агент Кстати, дополнительный И тут Тайный агент Дополнительный Блин, не сумел Украсть науку Но не был обнаружен Правда Жаль Жаль Там дофига науки Было бы О, мы тут сейчас Воспользуемся Вот этими самолетиками Как раз он Очень круто Заплыл У нас простаивают Игольчатые Истребители Готово Так, теперь Вот этот Юнит Выведу буквально На одну клеточку Следующим ходом На две Следующим ходом Санту Адриан Можно будет пробовать Захватывать Ух так Аксиома голодает Серьезно А че так А че так А че раньше не голодал А теперь голодает Ну, я имею ввиду Под управлением Ну, шо поделать Мне некуда Аксиоме выдать Еды Неоткуда Клиника Клиника Везде Везде земные Битвы Эти страна Где город Простите Вы хотите сказать Знаете, что Вот это вот Это все границы Санту Адриана То есть Это он Прополз Вот отсюда Вот сюда Но прикол в том Что Как и В пятой и шестой циве Обрабатываются Только клетки До третьего радиуса То есть Вот это вот Просто бессмысленно Осталось Она не работает На бразильцах Как-то очень странно Компьютер сыграл Тут, конечно Очень странно Так, ну давайте Кораблик будем Лучше атаковать Мне наземные юниты Тут не мешают Особо на этой карте Семнадцать ходов Нифига себе Ну Ничего не происходит А, там было Там было все Этот Видимо Как его Анимация самолета До сих пор Давайте Санту Адриан Потихоньку Окружать будем Но Обстреливать Не буду Пока Африканцу Не досталось Просто Зачем Давать Левым людям Которые вообще Тут Ничего не сделали Для победы Моей Все-таки Фермы На глубокой территории Тоже строятся А, стоп Вот этого, кстати Арбитра может Город обстрелять Хотя Отойду Лучше Ну Еще Земной Ландшафтик Ласраи В этот раз Отлично Отлично Может Миазму Уже Убирать Потихоньку Я не думаю Я не думаю Что я по гармонии Буду идти Видите По Превосходству Тут Валют Так Давайте Сейчас Вот эти Обработаем Клетки Оригинальные Крым Лом Мне По идее Должна Да Так В принципе Одним Самолетом Тут Мало Что Сделаешь Так А мехатроника Мне Что Даст Мне Кстати Надо бы 11 уровень Превосходства Открыть Это Как раз Апгрейд Самолетов Соглашение Проявить А то Я уже Дипломатического Капитала Накопил Машины Могут быть Подмастерьями Других Машин Подмастерьев Главное Чтобы Мы Попрежнему Левитационный Завод Клиника Оптической Хирургии И Дозер Это у нас Чудо Так Давайте Глянем Что дальше Ну Мне бы Буквально Вот тут На Превосходство Добить Уровень Открыто Открыто Баллистическая Левитация Так себе Искусственный Интеллект Кстати 7 очков Это я и гармонию Седьмую Сделаю И превосходство Одиннадцатым Тут На культуру У нас Плюс К науке От улучшения Академии Давайте Искусственный Интеллект Откроем Нормальненько Вот Трансгеника Гелиопод Генетическая Лаборатория Тоже Круто Ладно Это Дальше Будем Еще Думать И начали Создание Трансцендентного Уравнения Это На случай Победы Контактом Но Я все Все Предложения Принимаю Подождите Действующие Действующие Соглашения Тут Сделаны Давайте Я сначала Умения Свои До конца Уже Доведу Нет Я не буду Менять 365 365 Какими Действующие Плюс 4 Нет Мои Соглашения Вот Это Мне Не Нужно Я Нет Вообще Сейчас Аван Постов На Технологии Открывающие Юниты Стоимость Производства Городских Зданий Дающих Культуру Уменьшена Потребление Энергии Боевыми Да Отлично Теперь Давайте Глянем Какие Возможные Что-нибудь Подороже Ну К здоровью Как раз Сейчас Как-то Так Вот Например Расход Культуры На 15% Нет Не Хотит А Три Культуры За счет Стратегических Ресурсов Отлично Что-то У меня сейчас Должны быть Культуры За 5 ходов Я только Недавно Принял Еще Все Быстрее Быстрее Так Автоматическое Удовлетворение Нифигачное Название Есть Есть Новый Автоматизированный Завод И они Могут Не Заниматься Физическим Трудом У них Появилась Возможность Заниматься Более Возвышенными Делами Системы Автоматизированного Завода Могут Производить Все Что Угодно Выбор За нами Либо Для Экспорта И Торговли Это Плюс К Производству Либо Для Внутреннего Давайте Для Экспорта И Торговли О Тайная Операция Раскрыта В городе Осрае Так У нас Еще Одна Ячейка Для Соглашений Имеется Вот это Я не хочу Потребление Энергии Столичными Зданиями Уменьшается Не хочу Производство За счет Стратегических Ресурсов Нет Наука За счет Нет Не хочет Китай Со мной Договариваться Почему-то Так Это у нас Уже Принято Орбитальная Зона Действия Уровень Интриги В вашей Столице Не Ну Мне В столице Не надо Дальность Рабочие Создаются Бесплатно Нормально Это как Ну Это не совсем Бесплатно Но все равно 10 монет Это я вам хочу Сказать 10 энергии Это Реально Дешево Так В аксиоме Начнем От защиты То есть Стадион Рубеж И Где там Это ракетная Батарея Так Теперь Васанта Станцию Клонирования Построили Что есть Еще на еду Больше Вроде Нету Реликвия Старой Земли Ну Не знаю Давайте Док Чтобы Юниты Можно было В будущем Быстрее Строить Так Тут Стадион Рубеж Ракетная Батарея В Джаведе Док Тоже Готов Так Тут Что-то Должно Быть На Вот Станцию Клонирования Пища И Производство От Ксеномассы Все Исследователь Вылечился Тут Что у Нас Кстати По Экспедиции Е Члены Вашей Экспедиции Обнаружили Что гнездо Кракена Предсказуемо Реагирует На звуковые Волны Определенной Частоты Команда Воспользовалась Этим Открытием Чтобы провести Ряд Экспериментов И догладывает О новых Способах Манипуляции Экосистемы Этой планеты Которые Открывают Перед нами Множество Ранее Недоступных Возможностей В результате Мы получили 13 очков Совершенства О Очень Вовремя Сейчас Мы Ребята Улучшим Самолетики 50% При воздушной Разведке 20% При нападении На понесший Урон Юниты Отлично Плюс Еще 14 К силе Плюс 2 К дальности Вот И Крутые Самолетики Подъехали И давайте Санту Андриан Захватывать Кстати А из Централа Теперь долетают Предвестники Нет Не долетает Но мы В Дораду Наверное Перебросим Знаете Может Лучше Подлодками Сначала Проатакую Ну То есть Юнитами Потом Я может Самолеты Как раз Против Юнитов Остальных Попробую Использовать Потому что Я не хочу Чтоб Санту Андриан Обратно Захватили А тут Видите Он Стоит Наземный Юнит Не Так И у нас Как раз Против Раненых Юнитов Мои Самолетики Должны Круче Работать Ну Не сказал Бышу Прям Круче Мы Уже Подбираемся К столице Бразилии Когда-то Я ее Боялся Ну Тут Встану Так Чтобы А Его Видят Теперь Да Ну Я и думаю Что сейчас Могут Что-то Сделать Просто Встану Чтоб Город Не Отбили Обратно Не знаю Начнем Торковый Склад Делать Так У этого Один Модуль Я сюда Пойду Использовать По-моему Да А нет Я пойду Сюда На устройство Предтечь Значит Этим Исследователем Я сюда Отправляюсь Ну Переброшу В Дораду Самолетики Они должны Мне тут Его захватить Ну Ну и думаю Вот на этой Радостной Ноте Захвату Санто Адриан Одного Из лучших Городов Бразилии Союза Южноамериканских Государств Я Серию Закончу Протекторат Ковиты Выглядит Все сильнее Кстати Уже Африканцев Обогнали По Очкам Ну а По Совершенствам Давайте Глянем По-моему Больше Чем У меня Никто У меня 11 Вблизи Недалеко Альфалах 9 А 10 Вот у Африканцев Ну и Все В принципе Может мне Кстати Союз С азиатами Заключить Ну ладно Это уже В следующей серии Спасибо Что смотрите Напоминаю Спонсоры Продолжение Могут Посмотреть Прямо Сейчас Во вкладке Сообщества Играйте В умные Игры Всем Пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На которые Субтитры Субтитры